Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 12 апреля, и начнем наш разбор, как всегда, с пары EURUSD. По паре EURUSD тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста – это, во-первых, обновление максимальных значений вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы на уровне 1.23.95, и движение в область максимальных значений конца марта на отметку 1.24.74. На текущий момент ближайший разворотный уровень находится на минимальном значении 10 апреля на уровне 1.23.03. После обновления максимальных значений вчерашнего дня мы сможем переместить его уже на минимальное значение вчерашней торговой сессии. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое восходящее движение. Ближайшие цели роста – это уход выше максимума вчерашнего торгового дня и движение в области 43.93. Ближайший разворотный уровень располагается на минимуме также 10 апреля – это отметка 1.41.19. Ну, а переместить его уже выше в ходе движения цены мы сможем после обновления максимальных значений вчерашнего дня и разместить его на уровне 1.4159 после этого будет возможно. Пара американский доллар и канадский доллар также продолжают свое нисходящее движение. Ближайшие цели по снижению – это область 1.2454, а ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на максимальных значениях вчерашнего дня, которые находятся на уровне 1.2627. По паре американский доллар и японская иена общие направления остаются восходящие, хотя в последние несколько торговых дней мы видим боковое движение без сильных восходящих импульсов, поэтому здесь нужно быть более внимательным к данному инструменту. В том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальных значений, которые были зафиксированы на этой неделе, это область 1.0663, то вероятно начало нисходящего движения в область 1.0570 и 1.0460 соответственно. Ну, а обновление максимальных значений откроет предпосылки на продолжение восходящего движения в целями до 1.10850. По паре австралийский доллар и американский доллар тенденция восходящего также сохраняется. Следующие цели роста – это уход выше максимума вчерашней торговой сессии, отметка 77.72 и движение по направлению 78.20. Ближайший разворотный уровень на текущий момент находится на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера на уровне 77.39. Пара евро-фунт вчера смогла закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы 10 апреля, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу восходящего движения по данному активу с целями роста до 88.26, среднесрочный уровень и далее уже на 89. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях вчерашней торговой сессии – это область 87.00. Золото продолжает свое восходящее движение. Вчера были обновлены локальные максимумы, доходили до уровня 1365 долларов за тройскую унцию. Следующая цель у нас находится в области 1378. Тенденция восходящая по золоту сохраняется. Ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях вчерашней торговой сессии – это отметка 1331. А по нефтемарке Brent также мы видим продолжение восходящего движения. Следующие цели роста – это движение уже в область 74.75, а ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях вчерашнего дня – это отметка 7106. По индексу DAX общее движение восходящего в рамках часового таймфрейма сохраняется. Следующие цели роста – это отметка 12899. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 9 апреля – это область 12200. В том случае, если индекс DAX сможет закрепиться ниже данного уровня, то вероятно начало нисходящего коррекционного движения по данному активу. Ну и биткоин. Биткоин по отношению к американскому доллару продолжается рост. Следующие цели восходящего движения – это обновление максимальных значений 9 апреля. Уход выше уровня 7154. Далее 7740. Ну и среднесрочная цель движения на 10700. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы на прошлой торговой неделе. И на этой – это отметка 6434 – среднесрочный уровень. В рамках часового таймфрейма отмечаем уровень на минимальных значениях 10 апреля – это отметка 6575. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая остается в приоритете. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал и оставлять ваши вопросы в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.